В сети продолжается манипуляция вокруг темы о НАТО в Молдове. Так, в фейсбуке появилось видео, автор которого показывает фотографии одетых в форму людей и утверждает, что это солдаты НАТО в Кишиневе, которые находятся там нелегально. Также автор призвала граждан объединиться, так как НАТО займется Молдовой и мы перестанем быть хозяевами. Мы выяснили, кто были эти люди в форме и поговорили с автором ролика. Мы связались с Диной, автором ролика. И вот, что она нам ответила. Почему это незаконно? Да. Потому что есть какой-то регламент. Наши, вот, например, военные или полицейские, они не могут одеть форму и пойти гулять по чужому государству. Это, по крайней мере, как, я не знаю, мне на русском очень тяжело выражаться, это как под трибунал нужно, вот раньше под трибунал каких-то... Я прошу прощения, а вы сам этот документ видели когда-то или вам кто-то про него рассказал, что запрещено... Что, по уставу? Да. Да, у меня папа военный. Он мне рассказал про это и досконально объяснил, и такой документ есть. Насчет военных вы где-то в официальных источниках, вы видели что-то об этих военных? То есть, понимаете, ни о какой проверке фактов речи не идет. Некий закон, какой неизвестно, официальную информацию толком не видела и не искала, зато громкие призывы объединятся. Как именно объединяться, тоже непонятно. Но как удачно, что в Кишиневе не первый месяц проходят протесты. Хотя нам Дина заявила, что к протестам она не призывала и к партиям никакого отношения не имеет. А вот, что нам рассказали в Министерстве обороны о том, кто эти военные и зачем приехали в Молдову. Ведомстве объяснили, что в Молдове нет запрета на ношение военной формы представителями других государств, которые прибыли с официальным визитом. Так же, как и молдавские военные ходят в военной форме, когда едут на учения в другие страны. Интересно, что ранее в своих видео девушка спекулировала и на другой резонансной теме, о якобы мобилизации в Молдове. В одном из роликов она показала документ из Бельского военкомата, в котором экономического агента просит предоставить список сотрудников мужчин призывного возраста. Что вы скажете? Кто готов из вас отдать своего ребенка, брата, мужа? Кто готов отдать жизнь безмозглому и больному президенту? Она там оценила, сколько стоит их жизнь, если вдруг они не придут. На самом деле, так называемая цена за жизнь призывника – это указание штрафа за неявку, которое прописано в законе. И ни о какой мобилизации речи тогда не шло. В целом, на этой теме спекулировали все, кому не лень. Ведь когда людям и так страшно из-за того, что происходит в соседней Украине, самое время необоснованно пугать их еще больше. И, казалось бы, военкоматы не первый год собирают списки призывников. В армию набирают солдат, на военных полигонах проходят учения. Но на этой теме все равно продолжают спекулировать. И каждый раз после того, как на дорогах видят военную технику, которая направляется на полигон или на ремонт, в сети моментально появляется видео с кричащим заголовком «Молдова готовится к войне». А интернет-эксперты из корыстных целей или по незнанию помогают не только распространять, но еще и от себя умудряются добавлять какой-то ерунды. Я же в очередной раз призываю вас не верить всему подряд и проверять информацию. В том числе и то, что рассказал вам я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова